Зоосалонов в городе много, но зоосалон, который идет впереди всех, это только один. Это зоосалон Шуша. Потому что здесь продвигают те вещи, которые еще не стали популярными, и вслед за ними-то идут многие. Но вот сегодня мы сюда приехали на Карла Маркса 97, чтобы вам продемонстрировать новинки, которые завоевали популярность во всей европейской части земного шара. Это не голословные утверждения. Здесь ищут постоянно новинки. Здесь проводится анализ, и здесь, без преувеличения, самый полный ассортимент кормов, которые вы можете найти в городе. Сложно ли это? Да, приходится ездить и искать. Гораздо проще сидеть на поставщиках и стричь лавэ, чем вот так двигаться. Конечно, есть и классические корма, привычные нам по рекламе, но их здесь только 20%. А остальное – это специализированные фирмы, занятые только изготовлением кормов для животных. Вот Азор, Экануба и Хиллз. Если для вас эти названия ничего не говорят, то это только потому, что вы неопытный заводчик. Потому как тот, кто любит своих животных, предпочитает, чтобы к кормам шаловливые отечественные ручки не прикасались вообще. Почему эти корма активно не пиарятся в России? Да потому, что нас серьезно-то и не рассматривают, как грамотный рынок. Но это до поры до времени. Вообще-то, раньше я был заводчиком сакобаков. То есть собаков. Дело в том, что почему я сейчас с котами общаюсь? Потому что собаки живут меньше, чем кошки. То есть, немножко обидно было. Хотя, если бы я раньше знал, что собак надо кормить специальными кормами, они бы меня еще и долго прожили. Но специальный карман, если не в городе, сейчас есть в салоне Шуша. Такие, как Латозор, Хиллз и Кануба. Те самые новинки. Дело в том, что Магнитогорский город такой, он своеобразный, немножко туповатый. И люди кормились тем, что производят концерны. Как-то, допустим, концерн, который производит зубную пасту. Он производит и корма. Концерн, который производит шоколадки, он тоже производит корма. Концерн, который производит кофе и все остальное, тоже производит корма. Но вот специализированные корма, это совсем другая песня. Они, естественно, стоят дороже. Но тут две разные вещи. То есть, раньше, допустим, вы кормили свое животное, ну и клали ему, ну, грамм 200-300, а теперь, может, 100. То есть, в принципе, экономия очевидна. Хотя экономить на таких вещах, как здоровье вашего животного, не хотелось бы. И вот вам большие паки экономбы. Но есть такая штука. Я своим животным купил фулатозор и чуть не офигел. Точнее, чуть не офигел. Дело в том, что я открыл большой экономичный пак. Так вот, вы подумайте. Вот в таких больших пакетах стоят маленькие пакетики. Ну, чтобы он не выветривался и не высыхал корм. То есть, настолько продуманно, что вы только можете догадываться, насколько долго и счастливо будет жить ваше любимое животное. Это, опять же, правда. Во всем мире пропорция еды для собак и кошек склоняется в сторону тех, кто гавкает. И вопрос правильного питания собаки, и это главная составляющая длительной жизни. Потому как члена семьи вы ведь берете не на 10 лет. А это как раз тот возраст, который редко переживает магнитогорский собак любимый. А ведь похороны близкого – это самое тяжелое испытание и самый большой стресс. Кошки, а особенно стерилизованные, живут дольше, но и они не лишены проблем. И совершенно глупо утверждать, что в рационе хищника мясо главное. Если вам показать, из чего приготовлены эти корма, то из них человек нормальный может накатить некислую поляну. Да и не надо забывать, что с шушей можно легко заработать деньги. Как? А вот есть здесь для этого интересный зверек. За вот эти съемки положено очень много денег. Ну, раньше, по крайней мере. Кстати, за шуршилов действительно положено много денег. Самое забавное, что это не просто украшение. Это еще и способ заработать. Тут недавно, годик назад, один человек купил за 25 тысяч. Двух замечательных животных. Да. Они наплодились. Вот. И принесли богатые-богатые потомства. То есть за год он их, ну, как бы отработал. В лучшем смысле. Этих животных не убили на шубке. Нет. Они также дают радость. Кстати, вот то, что здесь представлено, тут и попугайчики, и вот эти шиншиллы замечательные. Это, скажем так, для любителей, ну, более пассивных животных, нежели коты и собаки. Дело в том, что места они в квартире не занимают. Верносят удовольствие не меньше. И требуют минимум ухода. То есть вот там есть крыски. Ну, приятно, да? Пришел. Кто-то, кроме телевизора, скрашивает твою атмосферу. Ну, шиншиллы – это конек шуши. Их здесь много и, думаю, когда-нибудь возьму себе. Ну, по крайней мере, в офис. Зверек небольшой и сигналку пугать не будет. Но здесь реально не только море товара. Взять, к примеру, подставки и домики. Здесь животных много. Но не можете, не хотите убирать за крупными. Есть и попугаи, и пауки, и ящерицы, и тараканы. В случае, если своих не хватает. И опоссум, и крысы. Кстати, очень даже домашние животные. И хомяки, и мыши. В общем, есть что посмотреть и из чего выбрать. Если честно, сюда приходят не только за товарами для животных. Здесь вообще, как это, своеобразная атмосфера. Терапия называется. То есть ребенок приходит и играется. Ну, или, по крайней мере, кормит крысок, хомячков, шиншилл. Смотрит, что такое настоящий паук. Ну, в общем, это же не просто магазин, где продают товары для животных. Эта территория называется выставка. Можете называть ее еще и зоопарком. Ну, конечно, больших животных вы здесь не увидите. А все те, что скрашивают повседневные будни, это они здесь. Где же зоосалон Шуша располагается? На улице Карла Маркса, 97. Ну, рядом с Дружбой, напротив драмтеатра Буратино, старого. Хорошенькое место, где можно и вкусно поесть вашему питомцу, и научить вашего ребенка добрым вещам. Продолжение следует... Продолжение следует...